3-1 Булиты — это лотерея или состязание в мастерстве? 2. Мне не нравится заканчивать матчи таким образом. Да, я понимаю, почему так должно быть, но тем не менее. В чем-то это и лотерея, но мы не были достаточно хороши. Речь и обо мне в том числе. Мы наши попытки не реализовали, а им, напротив, это удалось. Обидно. Почему позволили Спартаку захватить инициативу на старте матча? В этом и состоит хоккей. Ты можешь тренироваться изо всех сил, а именно это мы и делаем. Все стараются по максимуму, всю неделю активно работали, но порой выпадает неделя без матчей, а по ощущениям проходит словно месяц. Не знаю, как это объяснить. Мы немного подзаржавели. Нам нужно было войти в колею. Уже во втором периоде все стало получше. Сегодня три шайбы заброшены в большинстве. Вы специально готовились к игре в большинстве против Спартака? Не сказал бы. Сейчас акцент на наших собственных действиях. Естественно, мы разбирали видео, готовились. Если посмотреть на то, как мы забросили, вы увидите, что все очень просто. Игрок у ворот, шайба в ворота. Были отличные броски и плюс к этому удачный отскок от моей ноги. Никакого волшебства. Мы не мудрим. Идем на ворота, игрок располагается под воротами и далее следует бросок. Почему события развивались таким образом при счете 3-1? Спартак хорошая команда, умеющая забивать. У них есть мастеровитые нападающие. Да и защитники забивают. Возможно, мы немного ослабили хватку, но в целом мы довольны своей игрой. Можно сказать, что мы недостаточно плотно играли с соперником в нашей зоне. Они хорошо действуют в зоне нападения, создают пространство и время для себя. Думаю, мы можем действовать плотнее в обороне. Но всякое случается. На команде сказались 5 дней без матчей? В целом мы достойно провели встречу. 5 дней без игр – это тяжело, но играли мы хорошо. Мы забили 3 гола в большинстве, что изменилось по сравнению с началом сезона, когда у нас этого не получалось. Основное – это Клингхаммер под воротами. Он великолепен, закрывает вратаря и действует активно. Следующий противник – Металлорг. Как ты будешь готовиться? Все положительные моменты нужно перенести на следующий матч. А в остальном, выигрываешь ты или проигрываешь, нужно просто забыть и идти дальше. Ведь в регулярном чемпионате 62 матча. И нужно тут же готовиться к следующему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok